Хозяйка не я, но за 500 отдам. Вы подумаете, я на рынке, но не тут-то было. Так называется 100-200 машиностроительного факультета. Откуда такое название и что сегодня будет, узнаем у самих авторов. Хозяйка не я, но за 500 отдам? Да. Что это? Это название наше 100-200. Почему за 500? Можно за больше. За 400? Нет. А по дружбе? Нет. А за эфир? Тоже нет. Хорошо, что хоть что покупаю-то? А что нужно? А что есть? А что вам нужно, то есть. Все есть? Все есть. Хочу, хочу, хочу айфон 10. За 500? Ну там, да. Где хозяйка? Не знаю. Хозяйка это ты? Нет. Где у вас хозяйка? Ну не знаю. Что у вас вообще есть? У нас и фрукты, и люди. Что продаешь? Все, что есть. Венок только не покупайте, а то у нас просто он не несет удачу. Заколдованный, что ли? Да. Вы хотите рискнуть? Демоны, демоны. Господи, прям чувствую, прям чувствую, как злюсь, прям ощущаю. Мне тоже уже плохо все. Ну, я понимаю, что я его бесплатно забрала. А что за 500 рублей есть? За 500? Меня заберете? За 500? Я тебя и за 600 возьму, пойдем. Ты кто? Я Кощей. Кощей? Чего-то ты больно толстый для Кощея. Ну, так получилось. Кого ешь? Детей маленьких. Вкусно? Не очень. А что тогда ешь? Ну, других нету. Что делает Кощей в студвесне Машфака? Он сидит, потом идет, потом что-то делает еще. Вот это роль. Долго готовился? На самом деле, да. Было сложно, но я вроде бы справился. Зачем ты паяешь ему подмышки? Потому что у нас не хватает напряжения. В подмышках? Да. Какое там напряжение должно быть? 12 вольт. Глаза. Смотри. Чудеса. Видели волшебство? Ты вообще в курсе, что у тебя глаза горят? Да. А ты вообще кто? Иванушка. Иванушка же из лужи попил, козленочком стал. А ты откуда попил, чтобы вот этим стать? Я в мустан ходил. Ты знаешь, у тебя крылья сзади? Да, когда, где? Откуда появились? Они, наверное, выросли сегодняшнюю сцюду весна у нас. Ты что ли ангел? Злой ангел. Как будешь отрываться? По полной программе. Как вот выйду и все дефиле. Кто получит? Первое место? Ну, лещей вообще-то я имела в виду. Я его заворожу своим дракончиком. Но его у меня сейчас нет. Да есть дракончик? Да и нырис, ты ли это? Нет, она же добрая. Невеста есть, где жених? Я умершая, мертвая невеста. Я призрак. Призрак? Да. Я тебя вижу. Да. Да, я играю в роль призрака. А у тебя жених-то живой или тоже такой же? Нет, он умрет в конце. Нормально так? Нет, он умрет в конце? Ну, он же меня похитил. Зачем он тебя похитил? Не знаю, понравилось, наверное. Странные вкусы, конечно, у парня. Я просто показываю то, что Кощей, почти главный герой, похищал нас, трех невест. Не пожаловались? Ты зачем девушек крадешь? Я же все могу. Ну и девушке тебе зачем? Ты же старый. Ну, чтоб было. Девушки вообще-то красивые. И? Ну и украшения стоят, украшают. Чисто декор такой, да? Да, чисто для... А ты вазы не пробовал поставить? Тоже ничего так выглядит. Вазы? Не, вазы что-то не то пробовал лет сто назад, не понравилось. Зачем? Зачем вам такие красивые костюмы? Хочу, хотите выиграть, что ли? Конечно. А что вы думали? А зачем? Мы же старались, мы же проливали пот. Да. Зачем Машфаку выигрывать? Не знаю. Мы всегда выигрываем. Это же самый лучший факультет. Вы что? Да? Конечно. Кто-нибудь, кроме Машфака, это знает? Нет. Нет. Много ли сегодня будет пустых мест в зале? Нет. Конечно же нет. Изменили логотип. Зачем? Теперь написано «прилично». Мы приличный факультет. Приличный факультет? Конечно. А на визитке еще неприличные были, да? Что произошло за эту неделю? Мы растем. Да, становимся приличными. Вот так вот быстро Студвесна из неприличных делает приличных? Да. Хорошо, что приличные люди сегодня будут танцевать? Приличные танцы, конечно же. Как? Вот, вот. Давай лучше. На открытии Студвесны каждая из команд показывала визитку своего концерта, как трейлер к фильму. Из анонса машиностроительного факультета было понятно, что их определенно куда-то занесло. Вспоминаем визитку и занесло. Эх, занесло куда-то, занесло меня. Всю визитку думала, куда тебя занесло? Ну, занесло меня в один, ну, в город, так скажем. Хороший ты, да? Или злой? Хороший. А что глаза черным накрашены? Потому что ты из Востока. Восточный такой парень, купец, который приезжает продавать. Машиностроительный, пожалуй, один из самых многочисленных факультетов Чувашского госуниверситета. Поэтому над Студвесной трудились студенты разных стран. Например, Рита Мухонга из Анголы. Рита, как тебе русский народный танц? Хорошо. Легко выучила? Не очень легко. Есть уже любимое движение? Любимое движение? Давай. Давай, покажи. Давай. Мы так делаем, так, так. И вот так. И потом вот так. И все. Были на Студвесне и уже знакомые лица. Я тебя видела уже на Студвесне. Ф3. Что ты здесь делаешь? В смысле? Почему ты выступаешь за Ф3 и за Машфак? Знаете, есть такое понятие, как друзья. И друзьям надо помогать. Может ли студент участвовать и там, и там? Да. Давно? Ну да. А жюри об этом знает? Ну, там, как сказать, такие нюансы, что это не главная роль. В самой Студвесне нормальная роль, а по сценарию, да, второстепенная. Ты кто? Я шестерка. Мой персонаж боится своего хозяина. А он, короче, веселый, интересный. Ну, типа, у него кукуха двинута. Вот. Вот иду носки себе делать. А если у тебя хозяин в реальной жизни? Ну, мои родители, наверное. Хозяева? В каком-то плане. Да нет, у меня хозяев. Я такой нормальный, свободный. У всех факультетов есть свои традиции. Кто-то молча настраивается перед концертом, кто-то репетирует до посинения, а кто-то раздает удары направо и налево. Зачем? Зачем вы это делаете? Что, взбодриться? Взбодривает? Да. Жестокий мошфак. Некоторые не спят ночами, да, готовят делать декорации. И вот у нас такой метод взбодриться. Короче, жесткий, армейский. Была не была. Все-таки на их тут висит. Не, ну и правда, ну и правда бодрит. Машины настроительные! Самые офигительные! На этот раз основой сценария для студвесны стали русские народные сказки. Зрители концерта очутились в Старграде. Состоятельный купец приезжает сюда на ярмарку, но находит не только покупателей, но и свою любовь, которую ему как раз и предстоит спасти. Как и в любой сказке, здесь не обошлось без мистики. Кощей Бессмертный, Баба Яга и прочая нечисть изо всех сил старались перетянуть город на сторону зла. Но сказки на то и сказки. В итоге все заканчивается хорошо. Так произошло и здесь. Главный герой нашел и спас свою прекрасную половину, а заодно и весь город. Все было классно, все было феерично, но мы сами не ожидали. Мы думали, все будет наперекосяк, все как обычно, но нет. Но в этот раз получилось все хорошо, просто отлично. Мне очень понравилось. Хочется сказать ребятам большое спасибо за то, что с самого начала Студвесны погрузили нас в эту атмосферу. Все было чудесно, все одно из другого вытекало. И декорации шикарные, сцена просто потрясающая. Такой была Студвесна Машфака. Теперь ждем экономик. С ответом мы увидим уже в пятницу. До встречи на Студвесне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok